Добрый день, уважаемые слушатели канала «Стенгейтс». Сегодня я хочу записать прогноз на предстоящий май и повторяла и повторяю, что ТАРА-минерология дает возможность делать прогностику. И посредством четких конкретных расчетов, которые показывают нам, что в следующем месяце нам предлагает событийный ряд, мы можем видеть, как нам прожить этот месяц максимально ресурсно. И, следуя расчета, мы можем делать осознанно, эффективно, шаги вперед, избежать негативных сценариев, максимально раскрыть свой потенциал. Такой прогноз дает нам возможность подготовиться к переменам заранее и адаптироваться к новым условиям. Так вот, май предлагает нам почувствовать проявление энергии иерафанта, если говорить через архитекты ТАРО. И в уроках месяца означает, что мы будем учиться иному восприятию жизни. И шло время обратить внимание на духовные ценности, осознать истинный смысл и цель нашей жизни, определить место в общей схеме мироздания. Мы можем установить связь с духовным наставником. Это может быть священник или психотерапевт, который может предложить свое руководство и ускорить процесс посвящения. С другой стороны, можно пройти специальный курс философского, либо любого другого обучения, чтобы приобрести более глубокие знания о себе, о других, о мироздании. Это послужит началом духовного развития, духовного роста для тех, кто еще только собирается встать на этот путь и обеспечит вам однозначно прогресс в этой области и одновременно поселит мир в вашей душе. Это время внимания старшим родам, родовым практикам. Это помощь отцу или дедушке. Важно намерение поддержать свою мужскую линию рода, своего внутреннего мужчину в том числе. Важно учитывать традиционные семейные ценности, но быть готовым к переменам. Для этого с самого начала месяца все планы прописать четко, структурировать и действовать прям конкретно по написанному плану. И то, что я произнесла, это так называемые уроки месяца. Но в месяце есть еще несколько энергий, и то, которую я сейчас буду характеризовать, она называется трансформация. И она описывает нам как бы предназначение этого месяца в общем смысле. Так вот, предстоящий май станет для многих крутым поворотом сознания. Что-то завершится и потеряет смысл. И следствием будет полная трансформация, гардинальные перемены во многих сферах. В конце мая многие ощутят себя совершенно другим человеком. С чем-то придется расстаться и открыть дверь новому. Перемены могут быть значительными, а где-то болезненными. И предназначение месяца будет наше умение подстроиться и адаптироваться. Важно избавиться от теней прошлого, от бесполезных вещей жизни, от того, что нам уже не служит. Но нам вот какая-то коробка лежит на балконе. И мы думаем, ну на всякий случай пригодится. Она уже просто мешает. То есть расхламление дома, вот все сюда хорошо подходит. Есть возможность, чтобы понять многое из того, что скрыто. И приподнять завесу над миром тайн и загадок. Чтобы сбросить так называемую старую кожу для нового роста. Ибо эта энергия означает регенерацию, обновление. После апреля, в котором многие из нас столкнулись с проблемой, когда наши дела зависали. Проблемы решались довольно медленно. А теперь энергия динамичная. С одной стороны, в уроках она будет довольно медленно и статичной. Но вызовы судьбы, которые все обстоятельства будут предлагать, они будут такими резкими, неожиданными. И так мы освобождаемся. Высвобождается какая-то новая энергия в нас. Это как некое возрождение птицы Феникс. И важно здесь перестать бояться, не создавать существ в темной комнате, как, знаете, в детстве мы боялись, да? За водой ночью сходить на кухню. Важно понимать, что только путь и чистый свет обеспечит расширение сознания, видение перспективы, увеличит возможности принятия любых культур, религий, традиций, широкое использование самых лучших наработок общества на благо мира. Здесь я в этой фразе, в этом параграфе охарактеризовала кратко еще две энергии, которые будут влиять на это время. Ну, если посмотреть по дням, если вы что-то планируете важное, то давайте я сделаю акценты на те дни, которые по расчетам, они такие острые для каких-то зубоносных решений, поэтому лучше этих дней избегать. Могу остановиться на дне, который я бы в категории опасно отнесла, это 3 мая. Дальше день, ну, такой неоднозначный, 4 мая и 5 мая. Это несудьбоносный такой толк имеет, различается немножко по энергиям, но тем не менее. Далее идет 8 мая, тоже с грехом опасно. 11 мая, это у нас из той же серии. 12 мая, здесь может много неожиданностей в плане каком прийти. Кто-то может предать или не выполнить обещание, и затаится обида. Ну, то есть тоже, что касается договоров, официальных каких-то организаций, подписания новых проектов, здесь лучше перенести на более благоприятную дату. 13 мая тоже могу сказать, что надо быть максимально аккуратным, потому что так же каево опасно. 16 мая сюда же, также. 17 мая тоже, ну, вот много нет этих, к сожалению. Дальше у нас идет 20 мая, 22 мая, 25, 26, 27, 30, 31 мая. Остальные дни, пожалуйста, можно подбирать, но тоже лучше всего, это же общие, да, общие дни, общий прогноз, лучше всего всегда смотреть на композит, на соединение вашей даты и общей даты дня. То есть, при том, что вот, например, общая погода не хороша, но у вас этот день может быть, как ни странно, ресурсным. Он будет не максимально ресурсным, потому что общая погода влияет на нас, на всех, но тем не менее, для вас он будет, ну, достаточно, например, под какую-то задачу вполне подходящим. Ну, сейчас я дам персональное описание уроков месяца по всем знакам Диака, по каждому месяцу. Я рожден в январе. Период максимально направлен на отношения с окружающими, внешнюю красоту, внутреннюю гармонию. Важно поддержать все сферы в балансе, идти за своими ощущениями, не действуя по указке или желаниям, интересам других. Обустраивайте пространство, вокруг себя уделяйте себе особое внимание, балуйте, украшайте жилища. в такое время особенно чувствуется потребность, активность, любви, активно раскрываются ваши коммуникативные способности, есть потребность быть в хороших отношениях с окружающими, нравится всем, бы хочется. Остро хочется наконец-то выделить время для своих хобби, особенно творческих, ну, в широком спектре, это световодство, дизайн, и так далее. При непонимании с окружающими, особенно близкими, старайтесь гладить острые конфликты, идти на примирение первыми, не замыкайтесь с себя, не обижайтесь, это скажется положительно прежде всего на вас. Я рожден на февраля, вас ждет рывок вперед, этот май будет благоприятным для любых новых начинаний, а когда он закончится, вы с удивлением обнаружите, что сумели успешно справиться с любыми самыми трудными задачами, приступайте к делу без промедления и остановок, посредоточенно, целеустремленно и решительно. И у вас есть все шансы достичь этой цели, не будьте слишком самоуверенны, не допускайте головокружения от успехов, разделите свой успех с коллективом, потому что мы всегда, так или иначе, с кем-то, оделимся, поддержку от кого-то ждем. Особенность периода для вас это активное движение и новые возможности, следует откликаться на все шансы и быть максимально мобильным. Это отличный этап для переезда всего, что связано с сферой смены жилья, хорошо просто путешествовать или отправляться в деловые командировки. Это даст новое полезное знакомство, вы обрастете кругом единомышленников, новых друзей, также возможны движения по карьерной лестнице, творческий и рабочий рост для рожденных в марте. Медис май и год, кстати, восьмерочка, справедливость, правосудие будут идти с одной и той же судьбоносной энергией. Акцент всего года усиливается в уроках этого месяца. То есть прямо выделили для вас этой галочкой жирной этот май внутри года. Поэтому зададут в два раза больше уроков, чем у других. И вам необходимо найти время, чтобы как можно более тщательно разобраться в своих делах, принять ответственно-эффективные, продуманное решение. Ничто не будет даваться даром, но и при этом препятствий, если вы будете идти правильно и по гармоничному течению всех дел, то вам просто будут открывать зеленую светом дорогу, но при этом вы всегда в голове понимаете, что вы отвечаете за все, что получаете. Вы будете пожинать плоды своих прежних трудов. Если этот урожай будет с оттенком горечи из-за прегрешений в прошлом, то и это вы сможете обернуть себе во благо, исправить все свои ошибки, чтобы наслаждаться счастьем в настоящем и в будущем. Это нужна, конечно, работа над собой. Также придется поработать над отношениями с партнерством. Это необыкновенное время для действий, проявления кармических законов, о действии судьбы. Не стоит пенять на жизнь, искать справедливость. Кажется, что это меня, например, обвинили несправедливо, да, я говорю истину. На самом деле это не истинно, это ваша правда. Истина, она всегда посередине, да, это золотая середина. поэтому полезно поступать с другими, так как хотели бы вы, чтобы обращались с вами. Старайтесь проявлять миролюбие, легкое отношение к жизни, обратите внимание на порядок в делах, документах, отдайте все долги, в какой бы форме они ни были. Обязательства, налоги, кредиты и так далее. Для рожденных в апреле. Вы должны найти путь к себе, стать самими собой, прежде всего, в общении другими людьми. Май предстоит серьезный, вам придется собраться с мыслями, определить свое отношение к окружающему миру, чтобы понять, чего же вы действительно хотите. Задумайтесь действительно ли то, чем вы занимаетесь, как вы живете, соответствует вашим потребностям и устремлениям. Если нет, то попытайтесь определить, что именно вы должны изменить. Время для глубокой внутренней проработки своей личности. Хорошо переосмотреть прошлое, настоящий опыт, задать свои правильные вопросы. И редко люди в такой период сильно занимаются поиском смысла жизни и себя в этом мире. Не стоит опираться на других людей и чужие умозаключения. Все ответы уже есть у вас внутри. Именно к себе, к своему внутреннему голосу стоит обратиться. Полезно больше времени проводить в одиночестве, на природе, заниматься йогой, читать книги по психологии, изучать законы Вселенной и построение взаимоотношений. Для рожденных в мае. Для вас это месяц судьбоносный и здесь также две кармических энергии, но они разные. Одна из них такая энергия везунчиков, отработанная карма. И проблема здесь заключается лишь в том, что мы не всегда сразу понимаем, что судьба нам улыбается. Ей приходится буквально кричать нам об этом. Из этого становится понятным, что ваше самоощущение в предстоящем периоде будет напрямую зависеть от того, сумеете ли вы распознать знак, поданный судьбой. В вашей жизни могут быть изменения. Пойдет динамика, которую надо воспринимать философски. А динамика может закрутиться с бешеной скоростью. Время принимать дары судьбы почувствовать себя настоящим счастливчиком. Все будет способствовать переменам. И словно попали в свой поток. Двигайтесь по течению, получая бонусы, при этом не прикладывая особенных усилий. Внешне, по крайней мере, точно будет оказаться для окружающих. Находятся денежные средства, открываются все двери, на жизнь нам будет попадаться именно вам нужные люди. И важно быть открытым этому потоку новым возможностям нести позитивное отношение к жизни, благодарить каждый новый день. Дейте максимально активно образ жизни, работайте, творите, путешествуйте, бывайте в людях местах, не бойтесь проявлять себя. Для рожденных в июне, наполненных страстными увлечениями месяц. Это может быть человек, которого вы полюбите, может быть какая-то работа, дело, занятие, которыми вы полностью посетите себя. В любом случае вам предстоит испытать творческий подъем, который поможет преодолеть шаблоны, отжившие воспоминания прошлого. Время роста и успеха, но в то же время и больших энергозатрат. Можно преуспеть в карьере, в обществе, вплоть до сильного влияния на большое количество людей, создание новых направлений. Период позитивно дырящий много отдачи при разумном использовании своей силы. Именно сейчас важно привести себя в форму, научиться эффективно работать, не перегружаться, хорошо нормализовать свой режим дня, регулярно заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе, отводить время и на увлечение выделяем свободное время. Для рожденных в июле вам надо быть готовым пожертвовать старыми привычками, научитесь относиться к твоей проблеме как к объекту долгого тщательного изучения, и тогда решение однажды придет само собой. При этом оно окажется очень простым. В такое время хорошо прислушиваться к себе, присматриваться к тому, что происходит вокруг, причем совершенно другим взглядом, как бы по-новому, совершенно по-другим углом зрения. Иногда просто не будет возможности вмешаться в дела или изменить что-либо в происходящих ситуациях. Выигрыш не станет позиция чутков наблюдательной. Не отказывайтесь от участия в благотворительности и помощи другим, но при этом соблюдайте баланс в свои способности дарить, отдавать другим и получать взамен. Ваши интересы в этот период должны быть все же на первом месте. Не стоит забывать заботиться о своем физическом теле, соблюдая правильные питания, решим, поддерживая баланс во всем, полезно обучаться новому, узнавать другие точки зрения, достигать мудрость и знания о законах мироздания. Для рожденных в августе этот май сувид важный этап вашей жизни, совпадает и также усиливает высшее назначение общего месяца, потому что задваивается энергия для вас. И поэтому может показаться, что что-то пройдет или закончится, что-то утратит прежний смысл или форму. И вам придется сопротивиться с этим, чтобы дать место чему-то новому. Поэтому лучше отпустить от себя то, что удержать уже не получается никакими усилиями. Попытайтесь наконец избавиться от дурных или вредных привычек, освободиться от того, что больше не приносит пользы. Чем более осознанно и легко вы расстаетесь с этим прошлым, тем быстрее в вашей жизни сможет появиться что-то новое. Если с прошлым будет жаль расставаться, если будущее покажется вам слишком неопределенным, то стоит просто немного потерпеть, ведь это нормальные человеческие чувства. И их не нужно не усиленно подавлять, не тщательно маскировать. Важно не пытаться удерживать то, что уже стало лишним в вашей жизни, что не несет ничего нового, живительного, никакого движения. Это поможет впустить в жизнь свежую энергию и заложить основу для успешного будущего. Для рожденных в сентябре. Если вас мучают сомнения и противоречия, если вы не знаете, как выбраться из сложной жизненной ситуации, не переживайте, не успокойтесь. Путь для решения этих проблем найдется, а перед вами откроется неожиданный выход. Поэтому для вас главное в этом месяце сохранять спокойствие, выход из тупика будет найден, казавшаяся неразрешимой проблема преодолена, ангелы вам помогут, здесь надо слушать интуицию, очень обострена она будет в это время, и тогда сопротивление будет естественным образом исчерпано. Хороший период для познания себя, исследования своего глубинного внутреннего яда, и непох души, нередко проявляется интерес к творчеству, искусству, красоте, тонким вещам. Отличный период для того, чтобы научиться быть в гармонии с собой, на природу, займитесь делами, которые вам по душе, или тем, о чем вы давно мечтали, то есть хотели пойти в бассейн поплавать, писать в этот перемен, пожалуйста. Не бойтесь связанных с этим перемен, например, по стране, или с кем-то познакомитесь. Вам будет дано именно столько, сколько нужно для спокойной, комфортной жизни, принятия, хобби, лучшего, саморазвития. Позаботьтесь о душевном комфорте внутреннем, о телесном, комфорте и полезно будет заняться своим питанием, очищением. Не исключено, что интерес появится в области натуральных средств, травы, масла, минералы, камни, вода и все, что с этим связано для рожденных в октябре. В этом месяце вам придется заглянуть глубоко в себя, при этом на свет может быть такое, чего вы никак не ожидали, или вдруг то, что вы считали одним, окажется совсем нын. В данном случае это темно, инвестерами на личности, которые заставляют совершать поступки, о которых потом приходится сожалеть. Все, что от вас требуется, это бросить, искать виноватых. Попав, если вы попадаете в неприятную ситуацию, просто спросите себя, как такое малого произойти. Попытайтесь определить истинный масштаб своей несдержанности в чем-либо, проведите анализ своих темных сторон души, которые постоянно пытаются найти в вас слабину, такое узкое место, в телесскую пету. Отведите им соответствующее место и определите для себя, как именно стоит на них реагировать, чтобы это не выходило из определенной рамки. Время глобальных перемен и внезапных подарков судьбы. В этот период возможна сильная любовь, страсть буквально. Есть шанс встретить самого главного в жизни человека, без которого просто невозможно будет жить. Важно быть открытым, разобраться со своими прежними психологическими проблемами и переносить прошлый опыт на новые отношения и хорошее время для глобальных покупок и делок, имеющих важное значение. Вообще-то это энергия, конечно, везение, энергия, там, супер денег. Для рожденных в ноябре. Май может стать для вас временем освобождения, если, конечно, вы сами-то хотите от чего-то освободиться, от новых фундаментов, построить какое-то новое строительство. Не слишком ли призрачны те ценности, которые вы держите около себя на сегодня? фундаментов. Если вы заметите, что тут возникает конфликт, то отступите дайте всему своим чередом, потому что чем больше вы будете бороться, тем скорее ситуация заставит вас сдать позиции. Найдите в себе смелость вырваться из плена старых представлений, правил и обстоятельств. Отнеситесь к этим переменам не как бессмысленным ударом судьбы, а как необходимой сменой курса к решающему шагу на пути дальнейшего роста. Чем сильнее человек сопряется за какую-то материальную сферу жизни, тем вероятнее в ней потеря. Этот кризис дается человеку, чтобы он изменил свои взгляды, обернулся к духовному, очнулся от бега по кругу, начал жить иначе. Предстоит непростой период становления, пробуждения духовного из-за неприятных перемен. Чаще так бывает, но все в наших руках. И здесь важно проработать свои амбиции, неумеренное эго, которое для будущего будет только во вред. Ремонтом заняться в это время самое лучшее средство для того, чтобы эту энергию направить на гармонизацию периода. Ну и для рожденных в декабре можете смело строить планы на будущее, приступать к делам, которые предусматривают долгосрочную перспективу. Для вас наступает период новых начинаний. Как правило, это касается ликвиза, отношений с партнером, выгляните на свою ситуацию с более высокой точки зрения. И вы увидите, сколько хороших еще ожидает вас впереди, какими огромными возможностями для этого вы обладаете. Отличное время для ярких творческих особ со множеством увлечений и талантов. Даже если вы не любите бывать на публике, это время станет возможностью сказать миру слово о себе, получить славу, признание, популярность, важно быть готовым международным переменам, хорошо сменить имидж, поработать с внешностью и с самооценкой. Публичное наступление, мероприятие, где вы будете в центре внимания, позволят дадить желаемого вам результата. Я всем желаю прекрасного мая и до следующих встреч. Продолжение следует...